Привет, с вами Егор Ярушин. Хэштег про сцену, хэштег зашквар дня и вообще много всего ненужного никому. Я решил ответить на некоторые ваши вопросы не для того, чтобы каким-то образом вам облегчить жизнь, а для того, чтобы облегчить жизнь себе, потому что вы, если честно, задолбали меня спрашивать одни и те же вопросы постоянно в личке. Я очень задолбался на них отвечать, поэтому я решил ответить на них все и сразу сейчас. Итак, первый вопрос, один из самых часто задаваемых. Откуда такие познания о сцене? Типа, ты что, свечку держал? Дело в том, что держал, потому что, ну, мой первый экспириенс с лейбелами был, когда я уехал в Штаты и когда мы с Enato Hero Dice были подписаны на Invoke Records, и это, на самом деле, очень геморройная тема. Я, наверное, этому целый отдельный выпуск посвящу. Может быть, следующий. Вот. Ну и потом, когда я вернулся из Штатов и когда мы с Мариной закончили альбом, мы начали так, как бы, питчить этот альбом, так называется. Это когда ты продвигаешь альбом, там, к лейблам и так далее, чтобы они, ну, если они заинтересуются, чтобы они его там купили или, не знаю. Вот. И поэтому очень много контрактов, очень много условий я видел, но про условия я поговорю в следующем выпуске. Вот. Второй вопрос. Почему распалась Марина? Вот тоже очень, очень задолбался отвечать на этот вопрос. Марина распалась, потому что я устал. И парни тоже устали. Парни устали от меня, я устал от парней. Там, в общем, короче, было... Неважно. Вот. Третий вопрос. Как ты берешь высокие ноты? Хуёво. Четвёртый вопрос. Как выйти на вокалистов и договориться насчёт фита? Да. Вот. Я не знаю, стоит ли мне отвечать на такой вопрос бесплатно, потому что всё-таки это информация, которая... Ну, то есть, как бы, меня люди спрашивают, а что, типа, достаточно только на Фейсбуке написать? Ну, некоторым достаточно. То есть, например, если бы... Ну, если там группа, не знаю, сколько у них, там, 5000 лайков, 6, то, конечно, можно и просто на Фейсбуке написать или там в Кантаче, я не знаю. Но, когда команда большая, там, нужно через менеджмент решать вопросы и так далее. В общем, это гораздо более геморройно. Вот. И стоит запастись, конечно же, деньгами, потому что без денег в наше время, разумеется, ничего не делается. Никто вам подобрати душевно и за красивые глазки ничего писать не будет. Вот. Следующий вопрос. Где сольник? Следующий вопрос. Запишешь ли ты фит моей группе? Я запишу вам фит, если хотите, я вам запишу весь альбом, если у вас получится написать музыку, которая мне понравится. Это пока что очень малого количества людей получалось, поэтому я писал фиты и не самым качественным группам за деньги. Я продажный, так же, как и все. Но больше я за деньги фитов не пишу и пишу только тем группам, которые мне прямо нравятся. А таких немного. Вот. Следующий вопрос. Кто... О какой группе ты говорил во втором с половиной выпуске? Вы, ребят, задолбали меня с этим вопросом. Я не скажу вам, понимаете? Меня попросили, чтобы я не разглашал, что это за группа. Я не буду разглашать. Если вы догадаетесь, я обещаю, я намекну вам каким-нибудь образом на то, что вы догадались. Плюс уже ребят, которые догадались, полно. Спросите у них, что вы меня-то спрашиваете. Вот. Следующий вопрос. Когда в Россию? Приедешь ли ты в мой город? В Россию в июне. А насчет того, приеду ли я в ваш город, милый мой, это не ко мне, то есть вопрос. Это... Я не могу на него ответить. Спросите у Loud Sound Agency. Напишите им, то есть спамьте их в личку. Лучше всего скидывайте им сразу контакты на организатора, потому что, то есть, я думаю, что они, ваши мухосранские организаторы, сами искать не будут. Вот. Если вы хотите, чтобы мы туда приехали, то вам, наверное, стоит спросить непосредственно у них. И главное, то есть, я не знаю, может быть... Я понимаю, что вам, наверное, хочется услышать меня, возможно, и так далее, но вам нужно подумать, вообще, придут люди на такой концерт или нет. Скорее всего, нет. Вот. Следующий вопрос. Выдели одну хорошую отечественную команду. Grizzly No Snow Remorse. Отличная команда, играют уже несколько лет и на таком уровне не играют даже в Штатах Южняк. А Южняк вообще в Штатах придумали. Вот так. Почему уехал из России? Это что, шуточный, что ли, вопрос? Вот. Следующий вопрос. Собираешься ли ты обратно в Штаты? Ну, можно собираться. То есть, собираться-то можно сколько угодно, но я в последний раз, когда визу просил, мне сказали о том, что политическая ситуация не позволяет. Что император, собственно, из-за императорских решений сейчас Соединенные Штаты нам, обычным гражданам, которые даже не живут в этой стране, что может показать, например, на то, что, наверное, мы не согласны с политикой императора. Даже нам не дают визы. Вот. Следующий вопрос. Есть ли у тебя девушка? А вам какое дело, Андрей? Какой лейбл твоей мечты? Вот последний вопрос, который у меня здесь есть. Лейбл моей мечты Equal Vision, потому что ребята, по-моему, не делают вообще плохих решений, ну, кроме We Came As Romance. У них, то есть, были Isles and Glaciers, у них сейчас A Lot Like Birds. Ну, и вообще, лейбл такой. Мне кажется, что они делают все правильно, что они молодцы. Если у вас будут еще какие-то вопросы, после того, как я ответил на целых 12 ваших вопросов, ну, ответил я, на самом деле, на 9 где-то, на остальные я так. Вот. Если у вас будут еще вопросы, обязательно задавайте их в комментариях на YouTube. На вопросы, заданные ВКонтакте, отвечать не буду. Давайте, всем пока, читайте рубрику.